Праздничный день, 12 июня, 10 утра. На площади восхода уже многолюдно. Лобинцы держат в руках флаги и транспаранты на груди у многих ленты триколора. Цвета государственного флага в этот день повсюду. Волонтеры раздают ленточки, рисуют флажки на лицах. Участники митинга еще до его начала говорят о главном празднике страны, который объединил всех жителей России. День России – это сравнительно молодое, такое торжественное мероприятие, но оно стало объединять всех россиян, в частности у нас в городе. Приятно выйти, увидеть знакомые лица, все радостные, поздравляют друг друга с праздником. Приятно, что у нас все торжественные мероприятия в классах, в школах начинаются с исполнением гимна России, гимна Кубани. Дети наизусть слава знают, и мне кажется, что они гордятся в тот момент, когда исполняют вот эти замечательные строчки гимна. Это история наша, это наше государство, ну и для всех праздник – радостный день. Хорошая погода, хорошее настроение. Впереди еще много праздничных мероприятий. День России собрал патриотов. Педколлектив четвертой школы в полном составе. С праздником России! Всем здоровья, счастья и почаще хороших праздников! С праздником, россияне! Ура! Это один из главных праздников у нас в стране. Всех с праздником поздравляем. Это праздник, который нас всех объединяет. Звуки гимнов России и Кубани открывают митинг. К микрофонам вышли руководители администрации района и города, депутаты, представители профсоюзов, лидеры молодежи и ветеранов. Сегодня у всех россиян самый большой и самый главный праздник страны – День России. Праздник великого и могучего государства с богатым прошлым, с большими делами дня сегодняшнего. И без сомнения счастливым со светлым будущим. А вот будущее, оно формируется уже сегодня, в том числе и нашими делами. Ведь каждый из нас в той или иной мере сопричастен к происходящему и вносит свой вклад, свою лепту в развитие нашего города, района, края, а значит и всей страны. Нам есть чем гордиться, но и есть к чему стремиться. Мы родились и живем на этой земле, в России, в самой красивой, богатой и щедрой стране. В стране с величайшим прошлым, с величайшей историей и культурой, с огромным потенциалом, с большой перспективой, с богатыми землями, с уникальной и красивейшей природой и с лучшим народом. В этот день я сердечно и искренне вас поздравляю с праздником. Вам мира, здоровья, счастья и благополучия. А России нашей стоять крепко на ногах, России нашей развиваться и расцветать. И пусть Господь бережет наши семьи и нашу землю. И пусть в душе каждого из нас найдется место для любви к своей стране. Мне бы хотелось по поручению депутатов Совета поздравить вас с нашим праздником, большим, настоящим, светлым. Пожелать мира, добра, удачи, благополучия и всех-всех благ. С праздником! Сегодня день великой страны, день нашей Родины, России. В этот прекрасный день мы все гордимся тем, что мы россияне. От имени главы Лагинского городского поселения Матвиченко Алексея Николаевича, от имени администрации поздравляем вас с праздником. Пусть каждый из нас будет счастлив в нашей стране. Пусть не коснутся нас войны, стихийные бедствия и все невзгоды. В этот день хочется пожелать всем здоровья, благополучия и счастья. С праздником! Великая Россия, великая страна. Каждый житель этой страны причастен к этим словам. Святая Русь, святое слово. И я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда, нигде не забывали этого. И всегда гордились тем, что вы родились в России. Я родился в России. Пусть для вас это будет святым словом. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам удачи. Гордиться своей страной, какая бы она ни была. В какой бы разрухе, как бы тяжело и ни было. Это мы с вами. Давайте в единстве нашей силы дружить, гордиться и уважать и беречь друг друга. С праздником, уважаемым. Дорогие земляки, сегодня страна исторического успеха. Страна, доказавшая всему миру, что самый высокий патриотизм это в России. Страна, покорившая космос, построившая города и заводы, воспитавшая не одно поколение славных защитников Отечества, отмечает свой праздник. Праздник День России. И пусть там, за океаном, не думают, что мы с вами станем на колени. Пусть знают, что 71 год мы живем под знаменем Великой Победы. Что 75 лет прошло с тех пор, когда началась Великая Отечественная война. И за эти годы российский народ ни разу не преклонил колени перед западными державами. Мы, поколение тех, кто завоевал для нас мир, свободу, счастье, продолжаем их дела. Я вас очень благодарю за то, что вы сегодня пришли со своими детьми, со своими внуками. Пусть видит поколение, которое придет после нас, что нужно хранить Россию, ее достояние, ее богатство. Тебе есть что хранить, тебе есть чем гордиться. Здоровья вам, успехов, тишины, рассветов, духовности. И пусть каждой семье будет счастье и благополучие. Сегодня праздник Великой Страны, День России, в которой живут великие, умные, самые красивые и талантливые люди. И в этот светлый день я хочу пожелать всем нам гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек, живущий в России, чувствует себя уверенным, свободным и счастливым. А нашей самой лучшей, замечательной молодежи я желаю новых свершений, успехов и новых побед. Это победы нашей великой страны России. С праздником всех! С Днем России! Ген в России завершение митинга вживую исполнили артисты Лобинского культурного центра. Вместе с ними пели и собравшиеся на площади горожане. ПЕСНЯ 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 О своей любви к стране лобинцы говорили посредством плакатов, с гордостью прикрепляли ленты триколора, рисовали символ страны на лицах, ну и конечно же выражали свое отношение к празднику, признавались в любви к России. 12 июня знаковое событие в истории России, главный государственный праздник. Я в душе счастлив, что я проживаю в России, живу на Кубани, живу в Лобинске. Самое мощное, самое лучшее государство в мире. Здесь проживают самые люди успешные, добрые, сильные, трудоспособные люди, которым надо отдать должное и они это заслужили. И в государстве еще очень много предстоит сделать, а сколько сделано за эти годы, это просто не почитать. Мы сегодня выбрали правильный путь развития. И всех хотелось бы поздравить с нашим государственным лучшим праздником, с пожеланиями мира, добра, улыбок, радости, счастья, всего благополучия. Исключительная гордость. Вы знаете, у меня аж дыхание перехватывало, потому что я настолько ощущаю себя патриоткой, я настолько люблю свою родину. И у нас это, наверное, семейно. Вы знаете, у меня сын служил в армии, у меня никогда не стояло даже за вопрос о том, чтобы не идти в армию, не защищать свою родину. У меня отец, дед, мы просто всегда отдавали все свои силы, вот все, что можно нашей родине. Потому что это самая великая, самая грандиозная, самая богатая, самая неординарная, самая исключительная страна, которая просто есть вообще в мире. Я горжусь своей малой родиной, люблю Россию. У меня племянники военные, брат военный врач, полковник медицинской службы. Всю Западную Европу проехал. Я горжусь. Мне обидно, больно, когда начинают на нашу страну что-то плохое говорить. Папа воевал, участник карелло-финской, на германской и потом на японской закончил. Был почетным человеком, его сдал весь город. И мамины, 10 братьев, 9 погибли на войне. Один только вернулся мой крестный, дядя Федя. Я горжусь своей страной, люблю Россию и не позволю никому, чтобы ее обижали. Сегодня в праздничный день, День России, Управление по делам молодежи со всей молодежи Лобинского района принимает активное участие во всех праздничных мероприятиях. Прошли интересные, яркие молодежные флешмобы. Молодежь сегодня принимала активное участие, раздавая ленточки Триколор, поздравительные флайера для всех жителей нашего района. Сегодня мы организовали фото в зону, в которой мог принять участие каждый желающий и получить бесплатное моментальное фото на фоне красивого баннера, который символичен сегодняшнему празднику. Маленький Артем пришел на праздник с бабушкой. Мальчик готовился, взял в руки флаг «Россия и его страна». Я сегодня вышла с внуком, он очень просил себя на этот праздник, он знал, что это такое, что это за праздник. Флажок взяли и отмечаем. Я живу в России, я пришел гулять с бабушкой. 12 июня в Лобинске прошли концертные, развлекательные и спортивные мероприятия в честь Дня России. Центр творчества приготовил программу для детей. В нашем центре основная наша работа – воспитание, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Неправду говорят, что дети наши не знают своей истории, знают и помнят, и гордятся, исполняют гимны. Это уже стало доброй традицией. В отличие от старшего поколения, как раз таки младшее поколение знает все слова, всех трех куплетов гимна. Сегодня у нас концерт, сегодня мы проводим патриотический конкурс, патриотической песни, посвященный именно Дню России.